Пирожок с рисом с яйцом и жареным луком, с яйцом и зеленым луком и рулет с маковой начинкой. Интересно? Всем привет! С вами я, Дмитрий Фреско. Вы смотрите Кулинарную пропаганду. Сегодня, как вы уже догадались, я буду готовить пирожки. Но затеял сегодняшний ролик не ради рецептов пирожков, как бы это странно не звучало. Я хочу вам показать все тонкости и особенности приготовления очень хорошего, очень правильного, на мой вкус идеального теста. Дело в том, что я пересматриваю регулярно немеряное количество роликов на YouTube, смотрю, как люди готовят выпечку, и вижу, что без всякой ложной скромности 99% выпечки, именно то, что касается дрожжевой выпечки, то, что касается теста, люди готовят в лучшем случае посредственные блюда. Они могут красиво выглядеть, блестящие, аккуратно сделанные. Но само тесто, само основание очень и очень посредственно. Что значит посредственно в моем понимании? Очень небольшое количество кулинаров, которые на YouTube пасутся, готовят тесто, понимая, что они делают. Кстати говоря, я неоднократно видел выпечку хлеба и прочего. В основном это турки делают. Вот там действительно великолепнейшее тесто. Все дело в том, что люди, когда готовят дрожжевую выпечку, обычно ориентируются по времени. И это самая главная и самая ключевая проблема. Дело в том, что подавляющее большинство людей, и вас, мои подписчики, тоже, к сожалению, относятся к граммовкам и ко времени на кухне, как к некому абсолюту. Но это неправильно. Потому что, глядя на граммы на весах, глядя на часы, вы забываете самое главное. Это то, что продукты, которые вы используете, они нестандартны. Вот элементарный просто пример. Два яблока. Ну, скажем, возьмем яблоко, да? Вкус у них разный. Почему у них разный вкус? Да потому что разное количество сахара, к примеру. А все это, когда мы приходим к каким-то рецептам, очень сильное влияние оказывает на готовый результат. То же самое, что касается муки. Люди относятся к муке, в лучшем случае различая мука высшего сорта, мука первого сорта, второго сорта. Но на самом деле даже мука высшего сорта от разных производителей, разных марок очень сильно отличается. Поэтому, когда дело доходит до приготовления дрожжевой выпечки, очень важно понимать, к чему нужно стремиться. А для этого нужно застрять свое внимание не на граммовках, хотя они тоже важны, не на времени, а на том, что у вас получается в руках. Почему я говорю, что граммовки тоже важны? Те граммы, которые я вам назову, для вас будут отправной точкой. Прошу прощения за длительное вступление. Я действительно хочу, чтобы у вас получилась совершенно сногсшибательная выпечка. И она обязательно получится, если вы внимательно меня выслушаете. Почему граммы очень важны? Вы приобретаете, скорее всего, муку одного и того же производителя, потому что так привыкли. Великолепно. Вот от нее и будете отталкиваться. Поэтому сейчас вы, повторяя за мной, запишите себе те граммовки, которые вы будете использовать, и то время. Посмотрите, что у вас получится. А в зависимости от того, что я вам дальше скажу, вы свои граммовки, не мои, а свои, будете менять. И вы придете к тем самым абсолютным значениям для той муки, для тех дрожжей, которые вы используете, которые у вас будут идеальны. Со временем, с приобретением опыта, когда вы регулярно будете готовить по одному и тому же рецепту тесто, вы начнете за счет просто этого опыта понимать уже на самых первых этапах, в какую сторону нужно смещаться, чтобы получить то, что нужно. Просто на ощупь тесто, на первых этапах вымешивания. Однако я заболтался. Давайте уже пройдем на рабочее место и приступим. Итак, для начала я хочу сказать важный, на мой взгляд, ответчик, касающийся муки. Дело в том, что разная мука обладает разной способностью к влагопоглощению. Например, я готовил в Москве пиццу всегда по одному и тому же рецепту тесто для пиццы. Собственно говоря, и здесь я делаю то же самое. Если кто-то пропустил ролик, щелкайте вот сюда и смотрите. Действительно, посмотрите. Там, собственно говоря, даже два ролика есть, можно зайти в соответствующий раздел пиццы. Так вот, по этому рецепту соотношение муки и воды всегда как бы стандартное. На два вот таких вот стакана муки я брал 200 мл воды. Так вот, пока я готовил это тесто из муки Московского Сокольнического комбината, у меня так и уходило 200 мл на два стакана муки, я получал тесто нужной мне консистенции. Когда я купил итальянскую муку для пиццы, 2.0 крупность помола, то 200 мл на те же самые два стакана вот таких вот объемов 250 мл муки оказалось много. Тесто получалось слишком, ну оно не жидкое, конечно, но чересчур мягкое. Мне пришлось уменьшить количество воды до 180 мл. То есть, вот даже на таких вот, казалось бы, незначительных моментах, понятно, что количество влаги и количество муки всегда отличается. Так вот, когда вы готовите по рецепту дрожжевое тесто, очень важно регулировать густоту или плотность теста, изменяя жидкую составляющую, в данном случае воду. Для сегодняшнего рецепта нам понадобятся мука, молоко, сливочное масло, растительное масло, соль, сахар и, естественно, дрожжи. Все граммовки будут в описании этого видео. Еще момент. Я вымешиваю тесто вот в этом агрегате, опережая вопросы. Я отдельный обзор снимал про этот агрегат. Если кому-то интересно, щелкайте сюда и смотрите, ну или заглядывайте в описании видео. Вымешивать можно также и руками, ничего сложного в этом деле нет. Единственное, что хочу сказать, не пренебрегайте временем вымешивания. Время вымешивания – очень важный параметр. Время и интенсивность. Дело в том, что пшеничная мука, которая идет для дрожжевой выпечки, содержит глютен, соответствующий белок, клейковина на русский манер. И эта клейковина в процессе вымешивания молекулы этого самого глютена, белка, слепляются в длинные нити. И эти нити потом образуют сетку. Эта сетка видна невооруженным глазом. Эта сетка называется глютеновый каркас. Этот каркас пронизывает весь комок теста собой, создавая каркас будущего теста. Благодаря этому каркасу удерживается газ, выделяемый дрожжами в тесте. Именно поэтому он становится упругим, пышным, и этот газ не выходит наружу. Поэтому развитие глютенового каркаса зависит именно от интенсивности и времени вымешивания. Это очень важно. Поэтому не пренебрегайте. То есть, вымешивание теста – это не просто механическое смешивание равномерное всех продуктов. Нет. Это еще и образование глютенового каркаса. Пример этого каркаса, наглядный, я специально снимал в отдельном выпуске. Щелкните сюда и обязательно посмотрите, если вы еще не видели. Это очень важно. Давайте уже приступать. Мука. Теперь сахар. Две столовых ложки. Соль. Две чайных ложки. Чайные ложки, обратите внимание, я беру без горки. А сахар брал с небольшой горкой. Дрожжи я использую здесь свежие. Итого, на то количество муки, которое я вам показал, то есть на 4 стакана, мне нужно 20 граммов дрожжей. Дрожжи я раскрошу и слегка перемешаю это дело. Собственно говоря, сухая часть уже здесь. Отправляю сюда молоко. И сразу, в принципе, это не важно, когда добавляете, и сразу я добавлю масло. Растительное и сливочное. Сливочное масло у меня уже подтаяло. Пока это будет вымешиваться, вы ничего не услышите, поэтому скажу сейчас. Постоянно зрители канала наверняка уже обратили внимание, что сегодняшний рецепт теста очень похож на рецепт теста пампушек. Вот сюда щелкайте и смотрите обязательно, если вы вдруг еще не видели. Или заглядывайте в описании видео. Но пирожки, в отличие от пампушек, готовятся не в форме. Пирожки готовятся на поду печи. То есть это подовая выпечка. А значит тесто для этого вида выпечки должно быть более плотное. Не такое текучее, не такое жидкое, как для пампушек. Поэтому сегодняшний рецепт фактически один в один повторяет рецепт теста для пампушек. Но количество молока в нем уменьшено на 20%. Начинаю вымешивать. Итак, тесто вымесилось. Вымешивалось оно у меня в общей сложности около 3 минут. Если вы будете вымешивать тесто руками, то потратьте на это 5-6 минут. Очень энергичного вымешивания. Вам нужно получить в конце этого вымешивания тесто вот такой плотности. Вот. И, что особенно важно, вот такой липкости. Видите, оно немного, чуть-чуть липнет к рукам. Регулировать эту самую липкость нужно ни в коем случае не добавлением муки. Регулируйте вот эту консистенцию теста. Еще раз посмотрите, это очень важно. Смотрите, оно тянется, липнет к рукам, но не сильно. Видите, какого вида остаются вот эти самые следы на ладонях. Смотрите, это очень-очень-очень важно. Вот такое вот мягкое, слегка липковатое тесто и нужно получить в конце концов. Так вот, регулировать эту самую консистенцию теста вам нужно не добавление муки. На 4 стакана объемом в 250 миллилитров вверх муки я для своей муки использую 400 миллилитров молока. В вашем случае вы не знаете пока способность вашей муки к влагопоглощению. Добавьте сначала 350 миллилитров молока. Вымешайте его и посмотрите. Если слишком плотное, добавьте еще 20 миллилитров. И доведите его до такого состояния. То есть регулируйте влажность именно молоком. Почему я так многословен здесь? Я хочу, чтобы у вас получилось идеальное тесто, идеальные пирожки. Подавляющее большинство, однако я уберу его, тесто подходить в духовку. А потом продолжим. Выставлю температуру 30 градусов. Это идеальная температура для дрожжей. Подавляющее большинство тех рецептов, которые я видел на ютубе, видел в сети. Там люди показывают красиво выглядящие пирожки с блестящей корочкой. Но когда смотришь на разрез, а тем более видео смотришь, когда они его берут в руки, разламывают, то понимаешь, что это плотное тесто, плотная выпечка, плохо подошедшая. Структура мякиша вообще никакая. Правильно, идеально приготовленная выпечка, дрожжевая выпечка, имеет такую волшебную, я бы сказал, структуру теста, структуру мякоти, что там и начинка такая никакая не нужна. Ее можно есть просто в виде булочек. И те из вас, кто приготовил по моему рецепту, но не поленился, пампушки, вот в этом ролике, если кто-то не видел, щелкните, посмотрите. Видели там, и я надеюсь, увидят сегодня. Это фантастика. Поэтому потратьте свое время на получение теста именно вот такой консистенции. Понятно, это мудро, но добавлять там по 10-20 мл молока. Но попробуйте. И записывайте то, что у вас получается. Кстати, поделитесь результатом во Вконтакте или здесь. Очень интересно. Итак, я буду ждать, когда тесто подойдет в 2-2,5 раза. Всего сегодня для получения теста нужной консистенции и нужного аромата, нужно дождаться, чтобы тесто дважды подошло в 2-2,5-3 раза. И старательно его обмять. Не просто обмять, выдавив из него углекислый газ, но и капитально вымешивать для того, чтобы развился этот самый глютеновый каркас. Еще раз прошу прощения за многословность. Ждем. Прошел примерно час, давайте посмотрим, что у нас с тестом происходит. Смотрите, тесто подошло фактически в 3 раза. Видите, какое? Великолепно! Сейчас в этом тесте дрожжи хорошо поработали и насытили углекислым газом тесто. Для того, чтобы дрожжи работали, они могут работать в анаэробном и в аэробном режиме. В обоих режимах при потреблении одного и того же количества сахара они производят существенно разное количество углекислого газа. В условиях недостатка кислорода они, потребляя то же самое количество сахара, производят в 3 раза меньше углекислого газа. То есть в 3 раза хуже поднимают тесто. И при этом сами не развиваются, то есть колония дрожжей не растет. Если же кислорода достаточно, то мало того, что у нас получается больше углекислого газа, то есть эффективность в 3 раза выше, так еще и колония дрожжей развивается. А значит, эта самая колония дрожжей более эффективно обогащает тесто вкусом. Дело в том, что если бы нам нужно было просто насытить тесто газом, можно было бы использовать, я не знаю, там, соду и прочее. Но дрожжи, работая, создают в симбиозе с молочнокисленными бактериями колонию. Молочнокислые бактерии отвечают за легкую молочную кислинку, добавляют туда молочной кислоты своей, а дрожжи углекислым газом насыщают тесто. Поэтому сейчас, вымешивая тесто, мы сразу двумя делами занимаемся. Во-первых, насыщаем его кислородом, удаляя углекислый газ, то есть создаем все условия для более эффективного развития колонии дрожжей, симбиотической колонии дрожжей и молочнокислых бактерий. А второе, занимаемся как раз-таки развитием глютенового каркаса. Поехали! Итак, на вымешивание я потратил примерно одну минуту. Посмотрите, тесто, оно все так же пока еще липнет к пальцам. Не сильно, но липнет. Ну и эту самую же липкость, вот я тем же кусочком теста уже могу собрать с пальцев. Видите? Все, оставляю тесто на второй подъем. Все так же накрою его полотенцем и отправлю в духовку. Я очень прошу вас, не торопитесь. Для приготовления действительно потрясающего теста, действительно классных пирожков, нужно приложить руки и потратить время. Ничего другого не нужно. Главное, не торопитесь. Ждем второго подъема теста. Прошел еще час, и я достаю тесто. Однако, еще раз обращаю ваше внимание, то есть в общей сложности получается, что на данный момент тесто у меня подходило около двух часов. Не смотрите на время. Вам важно дважды дождаться подъема теста в 2,5-3 раза. Посмотрим, что у меня там происходит. Вы видите? То есть тесто сейчас подошло уже даже не в 2,5-3 раза, здесь добрых, наверное, 4 объема получилось. Вот это значит, что идеальное состояние. На будущее приготовьте один раз пирожки, тесто для пирожков, по вот этой методе. Запомните время, которое у вас подходило при заданной температуре и объеме. И в следующий раз можете и 3 подъема сделать. То есть за то же самое количество времени, которое у вас ушло сейчас, можно будет сделать 3 обминки. Тесто от этого будет только лучше. Итак, сейчас я его обминаю в очередной раз. Видите, какое оно? Вот эти пузырьки, все эти... сеточку, которую вы видите, она образована как раз-таки этим самым глютеном. Это как раз-таки нити глютена, которые слепились. Тот самый глютеновый каркас. Есть мука еще и безглютеновая. И здесь, в Испании, ее чересчур много. Минута вымешивания, и тесто можно отправлять в очередной раз подходить. Это будет последний подъем, после которого я его обомну и буду уже готовить изделие, лепить пирожки. Пока у меня есть время заняться начинками. Убираю опять в духовку. Что касается начинки. Я не знаю, какую начинку вы будете делать. Сам собираюсь по-простому обойтись. Значит, у меня будет сегодня один рулет с маком приготовлю. Одна начинка я сделаю рис с яйцом и с обжаренным луком. А вторая начинка это будет с зеленым луком и опять же вареным яйцом. Сначала займусь маком. Маковая начинка чрезвычайно проста. Да вы и знаете наверняка. Нужно измельчить сухие маковые семечки. Неважно где, можно потолочь их в ступке, можно измельчить в кофемолке. У меня вот такой вот измельчитель есть. А потом залить кипятком. Собственно говоря, все. Измельчение завершено. Теперь надо добавить сахар. Я еще добавлю немножко ванили и кусочек сливочного масла. Естественно, добавить немного кипятка. Только немного, чтобы чуть-чуть увлажнить все это дело. Ну, сейчас увидите. Сначала сахар. Не знаю сколько. Это же у нас сладкая начинка. Я думаю, что пусть будет две с половиной чайной ложки. Небольшой совсем, небольшой кусочек сливочного масла. Ну, сколько здесь? Чайная ложка, немножко больше. Ваниль. У меня натуральная, молотая. Но можно ванильный сахар или ванилин. А можно натуральную стручок разрезать. И содержимое этого стручка сюда выделить. И кипяток. С кипятком главное не переборщить. Потому что, если начинка будет жидкая, то в пироге, в изделии ничего хорошего не будет. Есть один прием, не очень хороший он, конечно. Если вы перелили воды и получилась слишком жидкая, можно добавить немножко муки. Но добавление сырой муки в такую начинку совершенно отчетливо будет давать привкус этой муки в готовой начинке. Поэтому лучше все-таки обойтись без нее. Все. Видите, какая она по консистенции. Вот так будет нормально. Так, начинка для макового рулета подготовлена. Пусть настаивается. А я пока займусь луком. Как всегда, подстилаю полотенце, чтобы доска не скользила. Использую свою новую торцевую доску. Ее использую только для красивой картинки. Значительно удобнее мне, естественно, пользоваться пластиковой доской. И про пластиковые доски, и про те доски, которыми я пользуюсь, я вам рассказывал вот в этом ролике. Смотрите. Лук нарезал. Обжаривать я его буду на сливочном масле. Именно на сливочном. Пусть оно пока топится. Дело в том, что я же не просто лук обжариваю. Я готовлю начинку. Начинкой будет рис и яйцо. В рис я масло добавлять не буду. А сливочное масло добавит сладости во вкус. И еще больше подчеркнет сладость лука. Лук при обжарке становится более сладким. Потому что сахара в нем много. И луковые сахара еще и карамелизуются. Как вы уже догадались, лук нужно будет довести до румяности. Но не сжечь его. Поэтому температуру лучше не делать слишком высокую. Так. Ну и яйца надо сразу сварить. В наших палестинах зеленый лук, мягко говоря, невысокого качества. Ну смотрите, это безобразие. Крупный. Поэтому лука будет совсем немного. И в основном, конечно, в начинке будут яйца. Вот это жалкая кучка. Это будет, наверное, максимум 3 пирожка с такой начинкой. Все остальное пойдет с рисом, с яйцом. Лук, естественно, надо посолить. Пусть он пока полежит, просолится. Ну и рис надо сварить. Какой именно рис вы будете использовать, абсолютно неважно. Целиком, полностью полагаюсь на ваш вкус. Я же готовлю на свой вкус. Поэтому я использовал круглый рис. Да, и не забываем про лук. Посмотрите, он уже почти полностью готов. Доведу его совсем уже до коричневых. Чтобы получилась такая сладость луковой карамели. Мне кажется, с рисом, с нейтральным рисом и с яйцом это будет очень хорошо. Рис сварился. Самое время завершить всю процедуру приготовления начинок. Нарежу яйца. И смешаю их и с рисом, и с зеленым луком. К зеленому луку к этой кучке у меня пойдет 2 яйца, а к рису 4. Ну, скажите, что это плохо. На мой взгляд, очень хорошо. Какая красота. Смотрите, лук полностью обжарился. Все, выключаю его. Все, пусть немного стынет. Итак, вот у меня 2 начинки несладкие и 1 хорошо загустевшая сладкая. Я думаю, время подошло. Пора лепить пирожки. Посмотрите. Видите, как оно подошло. Прекрасное тесто. Надо сейчас его обмять. И можно начинать формирование изделий. Я немного подзадержался с последней обминкой. Потому что переставлял камеру и прочее. И на данный момент тесто постояло у меня час и 15 минут после последней обминки. И сейчас четко ощущается здесь, что он начал появляться в составе теста спирт. Это значит, что дрожжи уже сейчас, на данный момент съели весь доступный кислород, перешли в анаэробный режим. Смотрите, смотрите, какое тесто. Для начала надо подготовить место, куда я буду укладывать готовые пирожки. Готовые, в смысле, уже вылепленные. Для этого я положу на доску бумагу для выпечки. Бумагу для выпечки я использую ту, которую не требуется смазывать. Это удобнее, чем мазать бумагу. Впрочем, вы можете использовать такую, какую вам удобно. Смотрите, какое великолепное тесто. Оно практически не прилипает к пальцам. Оно тянется за ним, смотрите. Но следов почти не оставляет. Очень важно при приготовлении пирожков, при приготовлении, в принципе, изделий из дрожжевого теста, стараться готовить настолько мягкое, настолько влажное тесто, с каким еще можно работать. Такое тесто подходит лучше всего в готовых изделиях, получается, самым воздушным. Ну, конечно, и готовить с ним сложнее. Не надо пытаться приготовить очень сухое, очень крутое тесто. Значит, сначала я обтягиваю комочек теста для того, чтобы глютеновый каркас как бы напрягся слегка. Он чувствуется под пальцами. Вы это обязательно почувствуете. Тесто становится более упругим, как будто резиновые ниточки начинают натягиваться. Наверное, вот такого размера будет достаточно. А пока пирожки растаиваются, я приготовлю рулет. Что такое расстойка? Это очень важный момент выпечки, который в подавляющем большинстве случаев, что вот я видел, к нему относятся спустя рукава. Максимум отводят на расстойку полчаса, там, 40 минут. Это категорически неправильно. Исходя из всего моего опыта выпечки, 40 минут – это самое минимальное время, которое необходимо вашему изделию после того, как вы его вылепили, сформировали. 40 минут – это самый минимум того времени, который может только быть. И то он, этот минимум, верен только в тех случаях, если у вас температура в помещении высокая, реально 28 градусов и влажность высокая в помещении. Если температура ближе к нормальной, ну, а какую нормальную будем считать, там, 18-20 градусов, даже 23, то час, час времени вы им доположь. Просто потому, что пока вы лепили это изделие, ворочали его во все стороны, волоколи, вы выдавили из него весь газ. За полчаса изделие не успеет подняться до той степени, до какой могло бы. А раз оно не успеет подняться, то оно и в духовке у вас тоже поднимется недостаточно. То есть вы не получите максимум объема, максимум воздушности, максимум пушистости до того, что могли бы получить, если бы не торопились. После того, как слепили изделие, накрываете их полотенцем, полотенце сверху увлажняете слегка, чтобы не пересыхало, потому что, скорее всего, в вашем помещении, где вы будете на расстойку оставлять тесто, воздух суховат. А если он суховат, то тесто начинает подсыхать сверху, образуя корочку и не давая изделию хорошо подняться. И оставляете на час. И смотрите, как оно поднимается. Если плохо поднялось, может быть, еще нужно оставить на час 10, час 20 даже. Но это очень важно. Так, я сворачиваю рулет. Достаточно сделать три складки. Это была первая. Вот это вот вторая. Заканчиваем третьей. Вот такой рулет. Рулет, естественно, у нас тоже будет оставлен на расстойку. Опять бумагу для выпечки. Вот. И также надо будет этот рулет накрыть полотенцем увлажненным. Все. Значит, пирожки у меня я лепил дольше, поэтому они к этому моменту, так сказать, первый пирожок, который я слепил, к этому моменту уже 20-25 минут. 20 минут, наверное, да, 20 минут стоял. У меня 20 минут ушло на лепку пирожков и на перестановку камер. Итого, пирожки у меня первым пойдут в духовку, а рулет вторым. За то время, пока они выпекутся, вот эти 20 минут пройдет, как раз и рулет настоится. То есть, встречаемся мы с вами еще через 40 минут. И еще момент. Я пеку на раскаленном камне. То есть, сейчас у меня в духовке стоит камень. Про этот камень я рассказывал в самом первом, дурацком, правда, но, тем не менее, в самом первом выпуске про пиццу. Если тут не видел, щелкайте сюда и смотрите. А лучше не смотрите. Это был самый мой первый ролик. И он совершенно дубовый. Вот. Итак, встречаемся через 40 минут. Час прошел, пора сажать пирожки в печь. Поехали. Так. Для начала надо выдвинуть камень. И обрызвать водой. И воду на дно духовки. Все. Теперь минут 20-22, может быть. Пирожки будут готовы. Надо их будет достать и убирать туда рулет. Ну что, пирожки испеклись. Ай. Они должны остыть, чтобы лишняя влага ушла. Тем временем отправляю в духовку рулет. После того, как рулет испечется, он так же, как и пирожки, постоит. Лишняя влага из него уйдет. И тогда мы посмотрим, что там получилось внутри. Рулет в духовке тоже почти приготовился. Но я решил придать ему немного более красивый вид. Для этого хочу обмазать его лизоном. Это смесь желтка и сахара. Сейчас немного возобью его. Смешаю. И тогда рулет заблестит. Давайте мазать. Все. Сейчас под жаром в духовке. Сахар, который есть в составе лизона, придаст более карамельный вид. А яйцо заставит все дело блестеть. И рулет будет очень красивый. Подождем еще 5 минут. Пора и рулет доставать. Поехали. Красивый. И вот такие пирожки. Они, конечно, уже у нас, можно считать, остыли. Но давайте все-таки разрезать я буду тогда, когда и рулет остынет. Настало время пробовать. Давайте смотреть, что там у этих пирожков внутри. Смотрите. Видите, какое нежное. Я едва-едва касаюсь, оно проминается. Тесто. Оно очень ароматное. Причем это аромат не какой-то сдобы в тесте. Это аромат именно хорошо выбродившего теста. Это легкий-легкий аромат молока. Это очень хорошо. Попробуйте приготовить. Не пожалеете времени. Дайте, я уже укушу. Это правильное тесто. Не потому, что правильный состав. Потому, что оно правильно выбродило. Тесто, выпечка будет вкусна даже тогда, если вы просто приготовите ее из муки, соли, воды, дрожжей. Даже тогда это будет очень хорошо. Главное, чтобы оно хорошо выбродило. Так, ну, эту начинку вы посмотрели. Вот это, наверное, с зеленым луком и яйцом. Красота. Правда, красивый. Не зъем, так поднадкусываю. А начинку с луком я пересарил. Будет ли наук? Это потому, что мне не нравится такая начинка. Вот я и, судя по всему, готовлю ее не очень хорошо. Но со сладким чаем будет неплохо. Ладно, и давайте пройдемся по рулету. Что скажете? Это очень хорошее тесто. Не потому, что я такой гениальный повар. Нет глупости. Я крайне посредственный повар. Нет. Все дело в том, что я не пожалел времени на выбраживание. Это вкусно. Очень хорошо. А такой же рулет, ну, из такого же теста, получается просто великолепно, если в качестве начинки использовать так называемую присыпку, которую вы можете посмотреть вот в этом ролике про пироги. Если еще и добавить туда, кроме состава присыпки, изюм, вообще будет великолепно. Попробуйте. На этом я с вами прощаюсь. Спасибо за компанию. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok